В эфире актуальное интервью в студии Лидия Шулаева. Здравствуйте! Традиционно раз в месяц с депутатом Петром Смирновым мы обсуждаем самые яркие городские события. Петр, привет! Привет! Петр, привет! Председатель Думы. У него, конечно, отчет поскуднел, будем говорить так. Именно председатель Думы. Потому что функции его сейчас немножко изменились. Действительно, да. Функции главы города сейчас в администрации, у главы местного самоуправления. Председатель Думы только председатель Думы. Да. И отчитывается только за деятельность Городской Думы. Ну, а там уже сколько проектов решений, сколько собраний прошло, сколько комитетов, какие-то особенные решения принятия. Горожанам не очень интересно. Ну, на самом деле, зря. Потому что я вот начал с председателя Думы не просто так. Потому что все-таки полномочия Думы, да, многие некоторые путают, да, о чем же должен депутат отчитываться. И вот из главы, ну, из председателя, отчета председателя Думы понятно, в общем-то, чем в принципе депутаты должны заниматься, да, и какой функции они должны выполнять в органах власти. Представлять интересы горожан должны депутаты. Естественно, да. И принимать решения, которые касаются всего города, да, или по той теме, которая действительно сейчас насущна, проблемна и так далее. А вот насчет отчета главы города, да, там действительно практически всеобъемлючно. Ну, во-первых, стандартный, традиционно, там одни и те же, будем говорить, разделы, там, отчет по программам муниципальным. Ну, из такого яркого я скажу, что у нас все уже зафиксировано, и в отчете это как бы отражено, отсутствие строительства жилья в городе. То есть, из там 6 или 10 тысяч квадратных метров введенного жилья, это блокированные дома и индивидуальная жилая застройка. То есть, квартирных домов там практически нет. То есть, какие-то прям небольшие там количество квадратных метров, и это все очень сильно влияет, понятно, на рынок жилья в нашем городе. На стоимость квадратных метров. Ну, естественно, да, отсутствие предложения, соответственно, подталкивает цену вверх, потому что спрос явно никуда не делся, хотя в связи с этими, ну, нынешними событиями, да, может быть, что-то скорректируется. У нас же были вот разговоры о реновации, они так и остались разговорами? Не, почему? Ну, проект реновации двигается, но вопрос, опять же, о том, как администрация к нему относится, да, если администрация заинтересована, ей это необходимо, да, и действительно там важный проект, в котором там дан зеленый свет и всю помощь, там, всех департаментов ответственную за этот проект, то в нашем случае, к сожалению, это не так. Ну, вот на каком этапе у нас вообще эта реновация возможна? Сейчас идет разработка документации, да, по проекту именно этого, да, реновации, то есть... Напомни, о каких районах речь идет? Это пионерская, улица Пионерская, и Победы, вот этот угол около Рябиношки, если знаете, там... Проект планировки, к сожалению, с большим трудом проходит по согласованию, хотя, казалось бы, да, там, ну, почему-то у нас администрация именно в сфере градостроительства так очень все сложно, натужно, и порой через арбитражные суды все это проходит. Это первый такой важный момент. Второе, это, конечно, убыль населения, и она действительно там, ну, в каком-то смысле, можно сказать, катастрофическая, да, такого, как бы, такой разницы между рождаемостью и смертностью там не было вообще никогда. Понятно, пандемия, понятно, значит, со всеми вытекающими, там, те, кто переболел... Перебью тебя, стали больше умирать или меньше рождаться, или... И то, и другое, это встречные процессы, которые происходят, и разрыв растет очень сильно, да, понятно, что он покрывается за счет миграции, то есть численность города так или иначе остается там на уровне или чуть-чуть больше, да, но вот именно внутренние, да, резервы, хотя вот еще пять лет назад там Алексей Викторович Голубев говорил, что у нас, наконец-то, вот рождаемость выше, чем смертность. И вот за, там, сколько там, четыре-пять лет, да, там, разница практически в тысячу человек. То есть смертность на тысячу человек больше, чем рождаемость. А какие-то еще, может быть, моменты, есть смысл обратить внимание в этом отчете? Да, в целом отчет традиционный, да, и там разговор шел и про национальные проекты, про строительство. Я напомню, там, детский парк на Сосино доделывают до сих пор, да, по отчестным, которые в том числе в прошлом году, там, нацпроект экологии закончил, уголовное дело заведено. Ну, то есть, знаешь, так, в целом-то вроде все удовлетворительно, да, но предлагаются какие-то, знаешь, вот, ну, формулируется проблема в отчете, да, но вот, как бы, и пути решения, они почему-то, ну, как бы, либо скрываются, либо их нет, либо не о чем сказать. Из важного, да, то, что, как бы, сейчас на флаг поднимается, это расширение границ города, там, указ президента, вот новый генплан, там, и так далее, да, и вот нам говорят, мы разработали мастер-план, новый термин опять очередной, мастер-план новых территорий. Кстати, мастер-план там очень интересный, там перинатальный центр планируется, да, в Сарове, и... Нет, это генплан, ты говоришь. Мастер-план. Мастер-план. Мастер, перинатальный центр в мастер-плане. Так вот, видишь, даже ты о нем знаешь, а мы о нем не знаем. То есть, вроде бы, вот, говорят, мы разработали мастер-план, и мы такие сидим, а где он? А с кем он обсужден, да, а кому его показывали? Почему мы на городской думе о нем вообще ничего не знаем? Я знаю об этом мастер-плане после отчета главы, так что... Ну вот, ну вот он, то есть, он говорит об этом мастер-плане впервые в своем отчете, да, хотя в течение прошлого года мы... Может быть, потому что мастер-план – это такая перспектива 50 лет, не все еще дотянут до его реализации. Слушай, ну все равно, допустим, да, вы там в администрации его разрабатываете, у вас есть такие полномочия, но почему нам предварительно, да, его не показать, не позвать к себе, так сказать, в компанию, начать его там делать, да, или там предложить какие-то идеи, или какое-то свое видение обозначить. Да хоть банально даже направить информацию, потому что, ребят, мы разрабатываем мастер-план, давайте нам свое предложение, и давайте соберемся, пообсуждаем. Как депутаты оценили отчет главы города? Никак. Города, в смысле? Ну, в прямом. У нас традиционно в течение уже многих лет отчет главы города принимается к сведению. Что, в общем-то, с моей точки зрения, странно. Понятно, когда это была двухглавая система, когда глава города был председателем городской думы, там, Александр Михайлович Тихонов, Алексей Викторович Голубев был главой администрации, фактически нанятым менеджером. В прошлом созыве, предвуглавой системе, главу администрации с точки зрения закона нельзя было оценивать. Ну, то есть нельзя давать ему оценку. Не то, что нельзя, а нет такой возможности давать ему оценку. Можно было оценивать главу города с точки зрения закона. Но вроде как председатель думы-глава города, ну, как бы за что он отвечает? Ну, практически ни за что, да. Администрация, исполнительный орган, она своей жизнью живет. Сегодня же наоборот, глава местного самоуправления, глава города, он же глава администрации, у него все рычаги управления есть в руках. И по идее можно, да и даже нужно давать ему оценку, пускай она даже будет удовлетворительной. И если взять решение, аналогичное решение по городам Нижегородской области, там обязательно присутствует оценка. Оценка какая? Их два вида удовлетворительные и неудовлетворительные? Да, только такая. А не один, два, три, четыре, пять. Естественно, она, собственно говоря, и предусмотрена вот законом. То есть удовлетворительная или неудовлетворительная? Потому что если глава города получил дважды неудовлетворительную оценку от представительного органа, он отправляется в отставку. То есть это такой элемент того, что там глава местного самоуправления не справляется со своей работой. Это такой элемент сдержек противовесов, то есть как две чаши весов, да, что представительный орган имеет право дать оценку избранному главе и оценить его работу. У нас же, получается, мы сами себя ограничиваем и не пытаемся даже говорить о том, что надо дать оценку тому, как работает глава и его администрация. Не сочти за провокацией, но как бы ты оценил отчет главы? Нет, я считаю, что это провокационный вопрос. Я не знаю, честно скажу, не знаю. У меня двоякие ощущения. Есть места, где действительно хорошо работа идет и какие-то изменения, да, происходят позитивные. Есть места, где действительно нет за что похвалить, да. Ну, это нормальный рабочий процесс, мне кажется, где-то лучше, где-то хуже. Никто не может на одинаково высоком уровне работать. Ну, я не знаю, ну вот, может быть, меня кто-то покритикует на эту тему, но я вот откровенных провалов, конечно, не вижу, да, ну там за исключением, может быть, детского парка. Но это, опять же, да, вопрос с подрядчиком. Администрация же действительно делает в этом плане достаточно усилий, чтобы подрядчики даже нагородние смогли работать у нас на объектах. Так что, ну, так в целом. А так, что, средняя зарплата растет, там, инвестиции в основной капитал по-прежнему не делятся, потому что считать инвестиции в НЕФ, да, в свою стройку и складывать их в общую кучу со всей экономикой города, я давно говорю, это не показатель, да. Как в среднем по больнице 36,6. Ну, в целом, да, будет так, потому что в НЕФ всегда много инвестируют там в свои основные средства, а вот как на самом деле малый бизнес, да, и остальная экономика города живет, это вот как раз вопрос того, насколько они сильно вкладывают в здания, в сооружения, в оборудование, в машины. И в этом плане мы не видим объективной информации о развитии экономики. А дальше там что? Культура, спорт, молодежь. Там все хорошо. Там все традиционно, да, и, ну, как бы, не с чем, да, там, как бы все традиционно идет так, как должно идти. Исполняются те полномочия, образование, то же самое. Вот, ну, вот можно отметить ситуацию с Горавтрансом, которую выправили, да, там, с прошлым годом, то есть приняли все усилия и меры, чтобы там автобусы выходили на линию и Горавтранс работал, потому что была там кризисная ситуация. Так что в целом, ну, наверное, это вполне заслуживает оценки удовлетворительно, да, но почему мы не стремимся ее дать, я не знаю. Петр, еще одно событие, но я могу даже назвать его резонансным, потому что оно сколыхнуло все родительское сообщество города, это повышение платы за детские сады. Там цифра от 60 до 70 процентов звучит. Ну, как считать, да, там, я бы сказал, от 50 до 60, где-то так оценки разнятся, да. Ну, потому что даже сама схема расчета вот этой платы, она поменялась. Именно из-за этого, потому что... Давай введем в курс дела, да, немножечко. Да, ну, вот сразу дисклеймер, да, как это оговорка, потому что у меня двое детей, и вот старший сейчас уходит в школу, ну, в целом вот они ходили в садик вдвоем, и я, собственно говоря, платил за их, как это говорят, за платы за содержание детей в дошкольном учреждении. Составляла она, по-моему, 2200 рублей в месяц на одного ребенка. 2259 войдет, ну, так. Ну, это плюс-минус, да, 2259 рублей, пускай будет точно. За одного ребенка, если ты двоих ходишь в садик, тебе, как бы, два по цене одного. Вот сейчас у меня старший уходит из садика в школу, значит, эта плата становится стопроцентной за одного ребенка. Ну, то есть ты все равно одну и ту же сумму платишь, что за одного, что за двоих. Да, я буду также платить эту сумму, и действительно, она, во-первых, платили ее всегда, вот, месяц она одинаковая была. Что это январь, там, две рабочих недели, что август 23 рабочих дня. Да, 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 да. И независимо от того, сколько у тебя ребенок посещал, потому что это больничные, это там кто-то уехал в отпуск, где-то что-то, то есть ты все равно платил эту сумму. Сейчас поменяли полностью схему и начисляют плату только за те дни, которые действительно ребенок провел. 164 рубля в день. Ну, 164 рубля в день. Если взять вот эти, там, в среднем 21 день, это получается, там, 3200, 3300, 3400, да. Ну, я считала от 300 до 3500 примерно. Вот, и, соответственно, если, допустим, ребенок целиком проходил один и тот же месяц в прошлом году и один и тот же месяц в этом году, да, то разница, там, 1300 рублей может составить легко. А это уже, там, больше 50% увеличения цены. Ну, вообще-то как-то очень много, да, казалось бы. То есть сразу плюс 1500. Но, как сказали на комитете представители департамента образования, два года не поднималось плата. Нет, слушай, как сказала моя сначала супруга, такие выражения по телевизору нельзя показывать, да, то есть, которые действительно, там, платят, да, все эти платежи. И вот сегодня она перечисляла этот платеж, словами, вообще, уже там все, и дальше можно пикать, там, все, что она о них думает. Да, на самом деле история-то началась гораздо раньше. Она началась где-то еще по весне, то есть где-то, по-моему, марта или апрель, когда департамент пришел к нам с решением о внесении изменений в положение о департаменте образования, которое дало им право, изменения вот это, проводить индексацию дважды в год, но при определенных обстоятельствах. Что нужны какие-то обоснования этой индексации. Да, при определенных обстоятельствах. Ну, тут обоснование изменения санпинов. Вот, самое главное, это как раз изменение санпина, о том, что поменялся санпин на питание детей, да, и на тот состав продуктов и полуфабрикатов, которые должны поставляться в детские сады. Ведь если вы знаете, то в садах своей кухни, да, и туда привозят продукты, и из этих продуктов готовят определенного качества продукты. Сейчас поменялся подход, и это привело к удорожанию. То есть, процентов где-то 20-25 говорят, что это вот чисто из изменения санпина пришло в цену. Плюс инфляция. И плюс, ну, все мы ходим в магазин, да, и видим, что у нас, какая у нас реальная, да, там, продуктовая инфляция, и она еще свою, так сказать, долю сюда внесла. С одной стороны, казалось бы, оправданно, но с другой стороны, такой резкий скачок, конечно, он не может пройти без реакции со стороны родителей. И я знаю, что на комитете депутаты говорили, ну, нельзя, нельзя, мы все понимаем, но нельзя. Тем не менее, оплата уже начисляется, какое-то решение будет, или вы просто посидели, поговорили, что нельзя? Традиционно говорят, кто виноват, и что делать, да, в этих ситуациях. Ну, во-первых, решение принимала администрация города Сарова, да, и тут депутаты лишь, так сказать, позволили им в полномочии, да, включили, тем более они сами этого просили, необходимые, как бы, инструменты им дали в этом плане. И тут, как бы, в том числе ответственность за ними. Хотя, вот, мы уже постфактум, да, слушали о том, почему произошло это повышение, и почему оно так резко. И второй, как бы, момент, то, что город уже за счет бюджета субсидировал эту плату. Уже не хватало денег, тех 2200 рублей за ребенка, на то, чтобы действительно накормить всех детей в садике. Город уже добавлял, и потратили уже в этом году порядка 10 миллионов рублей из городского бюджета, чтобы это сделать. И ведь, понимаете, эта же история, она поддается полному планированию, да, когда ты, вот, определил цену в ноябре месяце, да, там, 2200, последний раз поднимали, по-моему, в ноябре или в декабре прошлого года. У тебя понятная сумма на весь год, которую ты соберешь с родителей. Ты на эту сумму заключаешь контракт с поставщиком. И поставщик уже ближе к концу контракта, а он полугодовой, да, вот в июне месяце он закончился, этот контракт. Он говорит, я по этим ценам, ну, просто не приду на торги. То есть, и есть такой шанс, да, и вероятность того, что детские сады останутся без продукта. Ну, то есть, это как бы риск, который вполне реален. Что, там, ты можешь выкрутить кому-то руки, конечно, там, предпринимателю или муниципальному предприятию. Но, в конечном счете, это будет либо за счет этого муниципального предприятия, за счет их убытков, да, либо за счет городского бюджета нужно добавлять через корректировку бюджета. И, как вот нам на комитете департамент финансов пояснял, что это, там, до 60 миллионов в год вполне реально до этой суммы может дойти. Даже... Где взять эти 60 миллионов? Да, ну, в принципе-то они есть в бюджете. Вопрос только, от чего отказываемся. От чего отрезать. От чего отрезать, да. То есть, не выполнять какие-то другие муниципальные программы, другие муниципальные расходы, сконцентрироваться на этой задаче. Получается так, что, то есть, депутат предлагает, давайте отменим то решение главы администрации, давайте примем новое. Но это не в наших полномочиях ему указывать, какие решения принимать. Решение уже принято. Ну, допустим, даже он, там, врубит заднюю, да, отменит то решение, внесет в нее изменения, там, сделает 20 процентов. Но, ведь, понимаете, процесс-то запущен, нужно закупку запустить. 30 июня прошло. То есть, вот уже сейчас нужны новые цены и новый контракт. Ну, я так поняла, уже по новым ценам платят родители, да? Ну, естественно, с 1 июля эта плата выросла, да. Поэтому тут вот едва, вот, собственно говоря, в чем работа депутатов, да, то есть, двунаправленное, да, движение. Должны кормить, должны поставлять продукты, цены объективно другие, санпин другой. Вопрос, либо мы добавляем из бюджета, а корректировка уже прошла, все. То есть, сейчас, если заново запускать процесс корректировки, 2-3 недели минимум, да, чисто из-за процесса. И, то есть, в месяц может вылететь легко в эту историю, да, и в месяц, там, не кормить детей, да, или как-то, там, уговаривать кого-то поставлять продукты, мы с тобой потом заключим контракт. Ну, то есть, это сложно. Я думаю, что, в принципе, я знаю предпринимателя, который занимается этим бизнесом, да, я вот прям очень хочу с ним пообщаться в актуальном интервью здесь же, да, и я надеюсь, что это получится. Диснейшо, он не очень публичный проект. Ну, да какое решение? Какое решение? А решение такое, что все остается как есть. То есть, вот эти 164 рубля, они, скорее всего, так... А все, оно про решение принято, понимаешь, мы депутатами не можем, у нас нет таких полномочий откатить его назад. Ну, вы же на комитете договорились написать на имя главы города? Напишут бумагу, все стерпит. Напишут. Ну, твои мнения, что так и будем платить. Я уверен, что уже все спланировано. Я же говорю, эта тема подается понятному и внятному планированию, да, уже все спланировано. Сумма эта не просто так с потолка взята, она четко отфиксирована. Сколько мы можем из бюджета добавить, сколько мы можем взять с родителей. Понятно, что это слишком резкое повышение, и тут же даже больше претензий не к тому, что это резкое повышение, и к тому, что никого не подготовили к нему. Уже не было информационного никакого обеспечения. Ну, это традиционно, да, мы не первый раз уже на эту тему говорим, что, может быть, все поняли бы, если бы разъяснили заранее. Ну, да, то есть давайте просто объясним, почему это. И не после того, как это случилось, а вот перед тем, как это случилось. Причем административного и прочего ресурса достаточно, чтобы родителям всю эту информацию передать прямо в садике. Ну, вот да, опять же на комитете звучали цифры, что по сравнению с декабрем прошлого года вот этот продуктовый набор на одного ребенка, он в цене вырос больше, чем в два раза. Ну, об этом опять-таки вот постфактум рассказали. Ну, да, то есть, причем легко можно эту выборку сделать, там взять меню, взять все это самое. Это при том, что, понимаете, это плата только за продукты. То есть, содержание самого кухонного блока, да, кухни, зарплата кухарок и прочего, это поваров, это все расходы бюджета. Ну, что остается принять и понять? С моей точки зрения остается только одно, понять, что времена меняются, что вряд ли мы станем в ближайшее время, как я говорил, жить лучше. И давай вернемся к вопросу, который мы обсуждаем на протяжении последних встреч. 11-я школа. Но сейчас поговорим с тобой о капитальном ремонте 11-й школы, потому что план изначально был какой? Новое здание 11-й школы достраивают, сдают. В сентябре дети идут в новое здание. И в это время в старом здании начинается капремонт. Там финансирование идет из верхних бюджетов. И этот капремонт запланирован его не перенести. И он начнется параллельно с учебным процессом. То есть там будут дети учиться, и там будут ремонтировать, капитально ремонтировать здания. Ты все рассказал, что я еще должен тут сказать. Это такое серьезное знамение эпохи. То есть когда школу начинали строить с невероятными темпами, и денег не хватало, чтобы строить, не то, что не хватало, типа там экономили, а то, чтобы они слишком быстро закрывались объемы, и стройка шла ударными темпами, и вдруг все вот как карточный домик рассыпалось, и вдруг выяснилось, что и проект плохой, и что у подрядчика возникли проблемы, и стройматериалы резко выросли в цене, там уже в 2021 году. И на мой взгляд, все-таки очень было рискованно совмещать эти процессы, когда планируется открытие новой достроенной школы, и сразу же старая уходит на комплект. В притеречку. Да, да, день в день, условно говоря, это все планировать. Это было очень рискованно, и, в общем-то, вот эти риски, собственно говоря, и вышли наружу. Сейчас заключен контракт, причем с иногородней фирмой, из Чувашии, по-моему, «Мастер кровли» называется. Они якобы уже утвердили какой-то график производства работ. Ну, да, говорит шла о том, что поменять окна в августе до сентября, отремонтировать фасад, а внутренние работы в вечернее каникулярное время. Как-то вот так. Конечно, во-первых, давайте поговорим, что такое капитальный ремонт. Капитальный ремонт – это фактически снести здание внутри. То есть это, ну, за исключением крыши. Крышу капитально отремонтировали, по-моему, год-два назад, но это все перекрытия, вся инженерная инфраструктура, отопление, электричество, водоснабжение, полностью вся отделка. То есть это фактически вынести здание, да, и занести его вновь. И объем строительных работ там колоссальный, да, и наружная работа, я имею в виду не только фасад самого здания, но и в том числе прилегающая территория, и ее ремонт, и обновление, да, заканчивая там мафами, покрытием там дорожек и прочее. То есть работа, объем колоссальный. Сроки – год. То есть до вот лета следующего года. 1 июля, да, 23-го. Вроде как должен быть график работ. Мы его запросили депутатами, чтобы действительно вести контроль. Они говорят, что этот график, он такой, как бы, рамочный. Его будут уточнять в связи с вот этой ситуацией, что в школе будет продолжаться учебный процесс. Но вообще как это должно происходить? Учебный процесс закрывается. Город засыпает, просыпаются строители. Нет, да, школа выезжает из здания, здание снимается с баланса учебного учреждения, отдается в УКС. А, это в идеальном мире. В идеальном мире, да. А передается в Управление капитального строительства. Управление капитального строительства в этот момент отвечает за это здание и передает его подрядчику для выполнения работ. Принимает работы, актирует их, закрывает, сдает здание в эксплуатацию окончательно, когда капремонт заканчивается, и зновь передается в учебное учреждение, уже готовое здание. А сейчас, получается, здание остается на балансе департамента образования и школы, но при этом там УКС и подрядчики ковыряют. Безвыходные ситуации, безвыходные, и вот надо как-то искать решение. Подрядчик, говорят, посмотрел, сказал, что, ну вот, все возможно, я справлюсь. Ну, будем верить подрядчику. Будем верить подрядчику. Спасибо, Петр, что обсудил со мной эти вопросы. Я думаю, что через месяц, кроме 11-й школы, нам будет еще что обсудить. Несмотря на то, что лето, это период затишья. Ну да, сейчас так. Поговорим о медведях в городе, о жаре. Да они всегда были. В лесу же живем. В лесу живем. Спасибо, что были с нами. Увидимся с вами через месяц. Пока-пока. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова